Маленькая Полина из Уссулия 9 своих лет сражается с несколькими диагнозами. Эпилепсия, задержка развития и это не все. Девочка каждый день мучается в приступах. Помочь своей дочери семья не в силах, хотя шанс есть. Мы продолжаем совместную с Русфондом акцию помощи больным детям. Репортаж Екатерины Бурван. Девятилетний Саша опора в семье. Кроме учебы у него две обязанности. Помощь по дому и уход за сестрой-двойняшкой Полиной. С рождения она балансировала на грани жизни и смерти. Операция на 12-перстной кишке на пятом дне жизни. Потом пневмония, остановка дыхания. Если перечислить все, что выдержала девочка, репортажа не хватит. Сейчас у ребенка эпилептическая энцефалопатия. Задержка психоречивого развития, тугоухость четвертой степени. Аппарат помогает слышать. Длительная терапия заставила девочку ходить. Как только Поля замирает, мама на готове. Потом она резко подскакивает, резко падает на пол, ногами бьет себя по ноге другой. То есть щипает, кусает себя, за голову хватается. Я ее быстренько беру, чтобы она себя не покалечила там совсем, обнимая ее. Полина уже 6 лет пьет противосудорожные препараты. Но лучше не становится. После каждого приступа синяки и ухудшения в развитии. Психическом, интеллектуальном. Полину заново учат держать ложку, проситься в туалет, запоминать название предметов. Надо ее поддерживать, помогать, играть и развивать. Родители нашли выход. В Московском институте медицинских технологий врачи готовы обследовать Полю. Осталось собрать еще 175 тысяч рублей. Сейчас в семье работает только папа. Вместе с пенсией Полины доход 35 тысяч. Все деньги уходят на еду и лекарства. Цель госпитализации Полины в нашу клинику – это провести обследование полноценное, провести подбор терапии противосудорожной и добиться полной ремиссии приступов эпилептических. Мы до того, правда, действительно устали уже. Вот это обследование нам вообще необходимо. Мы ее куда только не возили – и к нервопатологам, и к психологам в Иркутске. На щеке у Полины синяк от последнего приступа. Мама надеется, если дочери назначат правильное лечение, она перестанет себя истязать и будет, как все. Начнет говорить и играть с братом на равных. Помочь Полине может каждый. Нужно отправить на короткий номер 5542 смс со словом «Дети». Алексей Бакланов, Екатерина Бурван, Кирилл Зверев. Вести Иркутск.